Номер один, Иван Меши. Номер три, Иван Шуки. Номер четыре, Денин Магинович. Номер десять, Робин Паркотик. Номер одиннадцать, Денин Капушев. Номер тренадцать, Денин Чепикер. Номер восемнадцать, Дараско Ольгович. Номер двадцать, Денин Чепикер. Номер двадцать три, Юго Куки. Номер двадцать четыре, Марсилин Паранов. Номер двадцать пять, Денин Мичевик. Номер двадцать семь, Алексей Кайса. Ну все, я готов начинать. Номер тренда, Денин Магинович. Здравствуйте, дорогие друзья. Большую насыщенную программу спортивного дня на канале Беларусь 5. Мы рады дополнить гонбольным поединком, гонбольным репортажем из Бреста. Сегодня здесь важный матч в рамках регулярного сезона Сеха Лиги, турнира Лиги «Газпром Южный поток», в котором участвуют гонболисты Брестского клуба имени Мешкова. Сегодня у них в гостях чемпион Черногории, команда Ловчин из города Цетинья. И вы сами уже улавливаете в этом сочетании Беларусь-Черногория безусловную интригу. Не стерлись в памяти перипетии поединка гонболистов национальных сборных Беларуси и Черногории на недавнем чемпионате Европы. Но более того, в июне нас ждет новое испытание наших нервов в поединке с той же афишей, когда гонболисты Беларуси и Черногории будут соревноваться в праве, за право поехать на чемпионат мира в плей-офф. Ну, сегодня есть участники потенциальные этих июньских предстоящих матчах в составах обеих команд. И это, безусловно, придает дополнительный интерес вот этому матчу. Мы смотрим на него, имея в виду и вот эти предстоящие события. Показали вам крупным планом Зорана Абрамовича, главного тренера клуба Ловчин. Но у него сегодня хватает проблем, главным образом кадровых. Не комплект, всего лишь 12 гонболистов заявлено на этот матч. Есть травмированные, есть вызванные в молодежную сборную страны. Ну и вот этим обословлен такой, в общем-то, приезд Ловчина в неполном составе. Есть потери у Багака, но у него богатый ростер. И даже отсутствие таких видных персонажей, как разыгрывающий Иван Карачич, конечно же, линейный нашей сборной Слава Шумак, разыгрывающий Денис Волынцев. В общем-то, не сказать, чтобы значительно приметно ослабили ряды команды Жель Кабабича, которого вам сейчас тоже представили крупным планом. Ну, короче говоря, безусловный фаворит матча, и этого не стоит скрывать. Сегодня хозяева, брещане. Они в турнирной таблице находятся значительно выше, стоят лучше, чем их сегодняшние соперники. Судить встречу будет топовая пара арбитров из Хорватии. Матия Губица и Борис Милошевич, с которыми мы совсем недавно встречались на чемпионате Европы. Они там работали много поединков, ну и, безусловно, в их, так сказать, актив можно занести еще одну встречу с белорусским зрителем. Это 14 ноября было, когда Динамо принимала Барселону в матчах Лиги чемпиона. Вот тот самый аншлаг на Минской арене был зафиксирован в протоколе именно этими хорватскими рефери. Первая атака БГК не удалась. Сейчас ответные действия соперников, они принеслись в зону хозяев и расположились в ней для позиционного нападения. Игру в воротах Брестского клуба начинает Иван Пешич. Полевые игроки. 13-й Давид Шпиллер, 23-й Люба Вукич, 11-й Дмитрий Камышек, 18-й Растко Стойкович, новобранец, зимний новобранец БГК. К нему особое внимание, 18-й номер, 10-й Роберт Маркосич и 24-й Максим Баранов. Это вариант, в котором сейчас БГК обороняется, но я думаю, это не основной защитный вариант. Просто был слишком быстрый переход из атаки в оборону и таких профильных защитников Бабич выпустить не успел. Ну и вот сейчас та же шестерка полевых игроков провела такую лихую атаку и она еще не завершена. И вот только теперь точку в ней ставит капитан БГК Люба Вукич. Броском на второй минуте был открыт счет. Ну смотрим, теперь присматриваемся к рядам гостей, кого сегодня они заявили поначалу на этот поединок. В воротах Владан Абрамович, первый номер у этого голкипера. Ну и полевые игроки, 20-й номер, Драшко Колуджерович, 18-й Мирко Радович, 4-й вот сейчас с мячом прорывается на позицию для броска. Пробовал прорваться Даниэл Вукичевич. Под 17-м номером на месте левого полусреднего могучий Драшко Марко Драшкович не принесла успеха гостям. И эта атака 41-й номер у Стефана Чизмовича. И еще я вам не представил их 7-го номера. Это левый крайний Милан Попович. Ну вот так, видите, в несколько суетливой манере команды обе начинают сегодняшний матч. Три минуты неполные провели. Они, сделав сразу несколько попыток атаковать. И лишь одна пока вот до этого броска Стефана Чизмовича привела к успеху. Сравняли счет гонболисты Ловчева и тут же очень здорово проявили себя сейчас брещане. Вот такой тактический хит, известный как быстрый центр. Пропустив мяч сразу, незамедлительно доставили мяч в точку розыгрыша. В середине площадки быстро мяч разыграли. Не успели там построиться для штатной обороны соперники. И Дамакой Саршен, 32-й номер БГК, вновь выводит команду Брестскую вперед. Вот как раз Саршен и выходит, когда команда обороняется. Занимает место в центре защиты БГК. Но сейчас мы видим, что он поспел и первым на завершение контратаки. И вот сейчас пробует брещане снова быстро перейти к наступательным действиям. И Саршен тоже занимает позицию в линии. Роберт Маркотич выстрелил сейчас, что если мочи. Могучим таким получился, безусловно, этот бросок. Но на пути мяча встала перекладина ворот Владана Абрамовича. Саршен заменился, уступил место на площадке выходящему сейчас Дмитрию Камышеку под 11 номером. Это Макс Баранов с левой рукой на правом краю. Это вот как раз Камышек стреляет. В принципе, остроумное решение принимал Дима. Бросал незащищенный угол, но там штанга снова встала на пути мяча. Такой упорный каркас ворот и попытка добавить успеха тоже не имела. Ну а, в общем, сейчас покажет, что ему не чуждо вот такая манера активно отвечать атакой на атаку. Здорово принесли в зону и, не доводя дело до долгой катушки, до этого позиционного розыгрыша, атаку гостя завершили. Мирка Радович отличился. Вот в том варианте, в том сочетании игроков, которые сегодня в протоколе у гостей, лишь Мирка Радович из числа тех, кого мы видели на чемпионате Европы в рядах сборной Черногории. Он тогда играл против белорусской сборной. Ну, в принципе, приехал сюда в Брест еще и Игорь Маркович, один из лидеров черногорской сборной. И лучший бомбардир, кстати, Ловчина в этом турнире Сеха Лиги. Но он из-за травмы выйти не смог и сейчас просто наблюдает за игрой на скамеечке запасных. В 7-метровой реализовала черногорская команда Милан Попович. Левый крайний бросал без промаха. Вот, кстати, Милан Попович тоже мог сыграть на чемпионате Европы. Он был включен в предварительный список 28-ми главным тренером черногорской сборной Зораном Костратовичем. Но в итоговую заявку не попал. Ну, это ничего не значит. Наверняка он по-прежнему на карандаше у главного тренера сборной. И может оказаться в поле нашего зрения. Вот в тех самых июньских стыках, о которых я уже говорил. Роберт Маркович отличился в атаке БГК, переиграв Влада Абрамовича броском с позиции правого полусреднего. И на табло Брестского дворца спорта Виктория равновесие. Три-три. В чемпионате Сеха Лиги был большой перерыв. Но Брещане вышли из него чуть раньше. Уже 29 января они здесь же на этой площадке выиграли у сербской Воеводины. А Маркович снова отличается у Ловчина. И снова быстрый центр исполняет Брещане. И диспетчер Давид Шпиллер, игрок славянской сборной, делает счет ничейным. 4-4. Так вот, БГК обыграл Воеводину 29 января здесь на этой площадке. Добавил свой актив 3 очка. В Сеха Лиге за победу 3 очка начисляется. Вы наверняка это помните. А вот для Ловчина это как раз таки первый после перерыва длительного еще с декабря поединок. И интересно, что предыдущий свой матч в розыгрыше Сеха Лиги Ловчин проводил тоже против Брещан. Было это в Цитинье на площадке Черногорского чемпиона 13 декабря. И там БГК выиграл уверенно со счетом 30-24. Так с первой минуты и до финальной сирены лидировали гости. Хорошо очень провел тот поединок Давид Шпиллер. У него на счету было 8 мячей. И, наверное, сегодня ему гости особое внимание должны уделить. Ну и вот не случайно начал игру в старте Пешич. Потому что он в том матче тоже отлично себя проявил. У Виталия Черепенько игра не заладилась. А вот его хорватский напарник сыграл блистательно. Проявив показатель надежности, у него был равен 44%. Ну вот Шпиллер организует эту атаку. Здорово выводит на завершающий бросок Маркотича. Но тот сплоховал. А вот контратака Ловчина. Смотрите, выглядит вполне презентабельно. И Милан Попович ее завершает. Вот так эти самые кандидаты в Черногорскую сборную. Но Попович, Мирка Радович себя и пока проявляют. По два мяча у них на счету. Камышек. Ну, сейчас совсем разорвали оборону соперникам. Брещане легко. Камышек вывел на бросок Раска Стойковича. Ну, того беззастенчиво так атаковали в момент завершения атаки. Соперник 7-метровый, бесспорный. Камышек направляется его исполнять. Плотнокровно, я бы даже сказал, изысканно сейчас завершил эту свою попытку. Наш левый полусредний. И снова ничейный счет 5-5 на табло. Викторий Секундомер отсчитал здесь уже почти 9 минут игры. Клуджерович, Попович. Ну, вот предыдущий его гол мы помним. Таким перебросом исполнил этот левый край. И сейчас хотел еще один трюк продемонстрировать технический, который посложнее. С подкруткой, с отскоком мяча от площадки. По непредсказуемой для голкипера траектории исполнял. Вот, видите, поколебался было, пошел на бросок. Жалко, не досмотрели мы эпизод в повторе. Ну, вы помните, что не хватило, что ли, крутости этой подкрутки. Мяч разминулся со створом ворот Пешича. Первая замена в варианте атакующего состава у Желька Бабича. Вместо Роберта Маркотича он несколько раз так сильно бросал, но неудачно в перекладину попал. Потом промахнулся. Так вот, вместо него под 90-м номером вышел играть наш белорусский левша Олег Астрошапкин. Но в этой атаке БГК обошелся, в принципе, и без него. Потому что Давид Шпиллер очень спокойно, уверенно там прорвался, прорезал эти оборонительные построения соперников по центру и переиграл вратаря. Плюс один у БГК. Ждем ответа от соперников. Что-то секундомер у нас застыл на экране. Не пугайтесь. Здесь на табло все в порядке. Время считается. И уже 11-я минута идет. Вот еще один потенциальный черногорский сборник, безусловно, сейчас бросает 17-й номер Марка Драшкович. Опытный 29-летний гонболист. У него и опыт выступлений за сборную немалый. Он и внешне выглядит весьма убедительно самый такой могучий, высокий в составе черногорского чемпиона. Давайте и на него смотреть, как на потенциального соперника нашей сборной. Ну, кандидаты в сборную Беларуси в составе БГК люди сплошь известные. Это и вратарь Виталий Черепенько, который пока сегодня не удел. Это вот и Олег Острошавкин, который сейчас чуть было мяч не потерял в этой атаке. И Макс Баранов, который работает на правом фланге. И Дима Камышек в задней линии. Это я только тех, кто вот сейчас на площадке перечислил. Будем думать, что и Слава Шумак к июню завечет свои сложные переломы и подтянется. БГК в турнирной таблице лиги занимает пятое место. А вот это, кстати, Иван Карачич, один из лидеров Брестского клуба, который из-за не слишком серьезной травмы, он здесь перед игрой уже в принципе двигался по площадке, разминался вместе со всеми, но все-таки решили не рисковать и в заявку его не включили. Пошел после разминки в душ и вот сейчас за чушкой там на трибуне сидит, смотрит, болеет за своих. Дима Камышек. Ну вот был у него гол в финальце, теперь еще и с игры добавился гол у Камышека. Они тут с Маркотичем, с Карачичем, с Карачичем такую гонку бомбардирскую в этом розыгрыше Сеха Лиги устраивают. Примерно поровну забрасывают. Перед этим матчем у Маркотича Роберта было 40 голов, у Карачича, но он сегодня не сыграет. 38, у Камышека 37, ну и Шпиллер с 25-ю питью тоже недалеко. Люба Вукич убегает в контратаку и доводит ее до голевого завершения. Второй гол 23-го номера БГК, ну его, наверное, надо называть левым крайним, он эту позицию занимает, когда команда атакует, но когда обороняется слева в углу, стоит, занимает позицию Давид Шпиллер, а Вукич, он хороший, в принципе, защитник, он и на позиции полусреднего, хорош. Знаете, этот сезон проходит под знаком соперничества двух тренеров, которые приехали к нам перед началом сезона из стран бывшей Югославии. Борис Денич тренирует Минская Динамо, Желька Бабич БГК, они спорят за титул чемпиона Беларуси, поспорят, не сомневаюсь, и за Кубок страны. Ну так вот, в этом соперничестве в плане игровом, в очных поединках пока побеждает Борис Денич, но вот что касается соперничества во владении русским языком, то здесь, безусловно, пока фаворит и лидер Желька Бабич. Старательно он изучает русский, видим мы, что вполне уже понятно выглядят в его исполнении эти тайм-ауты, но выскажу комплименты Борису Деничу, вот ведь завтра, в воскресенье, наша Динамо будет играть с Вардером, важнейший матч Лиги Чемпионов в Македонии. Перед отъездом мы встречались, разговаривали, и должен сказать, что за время этой паузы рулевой Минского Динамо тоже колоссально прибавил в русском языке, и надеюсь, что завтра по ходу поединка в Скопье он будет показываться каналом Беларусь-2, и потом наверняка его повторит и Беларусь-5, так вот, будем надеяться, что мы в этом убедимся. Вот это бросил, так бросил, расхваленный мною Драшкович, совсем не точная попытка, ну и что, Олег Острошапкин так решительно шел на завершение этой комбинации, его держали, толкали в спину, в плечи, и на этом все и завершилось пока. Вот это Игорь Маркович, один из лидеров Ловчина, который сегодня из-за травмы в заявку не попал. Я сказал, что он на скамеечке сидит, но он перед игрой был на скамейке, а сейчас туда переместился на трибуну для зрителей. За скамейкой своей команды сидит и с грустью смотрит, как Ловчин проигрывает уже с разницей в три мяча, могло стать и четыре. Не промахнись сейчас Острошапкин. Ну вот, столько энергии и старания Чизмович, линейный Ловчина вложил в завершение этой комбинации, что в итоге промахнулся. Могли и без семиметрового гостя сейчас обойтись, этот гол добыть, ну, поскольку правила все-таки хозяева нарушали, хорватские рефери пенальти назначили. Попович бросает. Ну, вне всякого сомнения, такой острый ум, азартный игрок этот левый крайний, потому что он постоянно все свои шансы голевые пытается оплечь форму какого-то такого трюка, неожиданного, нестандартного решения. Сейчас мы увидели и семиметровый подобного рода. Правда, едва-едва этот переброс Пешич не забрал. Ну, а вот Олег Острошапкин-Молочина не сдается. Первая попытка была не Ахти, а вот это получилось по-настоящему успешной голевой и открывает счет своим мячам в этом поединке левша Брестский, игрок сборной национальной Беларуси. Олег играл на чемпионате Европы, правда, немного, но успел там записать на свой счет три мяча. Все они были результатом исполненных семиметровых, но не это главное. Главное, что он уже, так сказать, поучаствовал в топ-турнире и будем думать и надеяться, он не последний в его карьере, которая только-только разгорается. Вот стараются уже которую атаку к ряду на линейного. Чизмовича сыграть в гости. Вукичевич его сейчас искал там в линии такой замысловатой передачи. Не прошла задумка, но настаивает на желании именно так завершить атаку. Четвертый номер Ловчина, который сейчас на позиции разыгрывающего действует. Хороший перевод неожиданный на Калуджеровича, но это для нас было неожиданно. А Иван Пешич молодец, словно ожидал такого решения от соперников. Начал контратаку. Жалко, что запороли ее там уже наши ребята в чужой зоне. Олег Острошапкин в площадь ворот заступил. Пешич снова отбивает. И Острошапкин подбирает этот мяч. И через Стойковича на Шпилера и дальше на Люба Вукича. Так прочерчили рисунок довольно-таки заковыристой этой контратаки брестские ребята. И Люба Вукич третий свой мяч записывает в этом поединке в протокол. Вукич пока результативнее всех у БГК. Там три гола. Ну, три гола у Ловчина на счету Поповича. Замена в розыгрыше у гостей. Очевидно, Зоран Абрамович остался недоволен вот такой стандартностью, что ли, действий. Четвертого номера снял Вукичевича и отправил пятого номера Петра Петричевича. Тут намного моложе своего напарника. Сейчас уже он эту атаку вел. Олег Овторошляпкин отправляется отдыхать. Снова в атаку поднимается у БГК Роберт Маркосич. Там уже поодаль от него на правом краю вместо Макса Бабичева действует Милан Джукич. Сербский правый крайний БГК. Ну и на позиции левого полусреднего вот сейчас с мячом Давид Миличевич. Он вместо Дмитрия Камышика работает в атаке. Еще накануне поединка Бабич говорил, что Миличевич не сможет сыграть из-за травмы. Но вот сегодня поступила поправка к этой информации. И сейчас мы видим, что Миличевич вполне в строю. Впрочем, сейчас не он, а Давид Шпиллер атаку завершил и сделал счет 11-7. Еще, еще одна замена у гостей под восьмым номером Иван Радович. Два Радовича у Ловчина есть. Вот сейчас второй из них тоже поучаствовал в этой атаке, которую прервал сигнал о таймауте. Таймаут берет тренер команды гостей. Но сегодня у нас трансляция только белорусская, поэтому мы будем наши таймауты отслеживать. Ну вот сейчас мы так убедились ненароком, что у Давида Шпиллера тоже с русским. Все в порядке, его указание прозвучало вполне грамотно и сносно и понятно для всех партнеров. Ну посмотрим. Вот сейчас продолжается такой таймаут эмоциональный уже у Брещан на позиции для обороны. Что-то там втолковывает партнером так очень экспрессивно. Дима Камышек. Ну а это совещание Бабича и Растка Стойковича. Стойкович пока отдыхает. Он сегодня чаще в атаку выходит, нежели в обороне действует. Ну таймаут добрал Зоран Абрамович. Посмотрим, какие правки возможно он внес в действие своих ребят. Ну вот тот пятый номер недолго играл в розыгрыше. Вернулись к варианту Лукичевича, который на ту пору, когда в центр вышел более молодой Петричевич сместился левее. И, кстати, предыдущий мяч Ловчина на его счету, я кажется, это не отметил. Ну а БГК благополучно справился с первой после таймаута атакой соперников. И вот уже готов для своего нападения. Ну такая очень торопливая сейчас была оборона в исполнении Ловчина. В критический момент решили выпустить нового игрока, провели замену. Там Горан Ласица, 77-й номер, побежал позицию занимать. И не успел это сделать во многом по этой причине. БГК так легко оборону прорвало и вывел на завершение атаки Люба Вукича. Четвертый гол хорватского капитана Брещан. Ну а это другой хорват Роберт Маркотич из-за боковой возвращает мяч в игру. Шпиллер допускает ошибку при приеме мяча. Двойное ведение. Ну и вот эта ошибка обходится таким моментальным контр-выпадом соперников. Даниэл Вукичевич второй свой мяч в этой встрече записывает в протокол. Двенадцать восемь. Двадцать первая минута поединка. Всеха лига. БГК имени Мешкова. Ловчин, Сетинья, Черногория. На пятом месте в турнирной таблице БГК. У него после три на одиннадцати матчей меньше, чем у других команд лиги. Двадцать одно очко. Но впереди на четыре очка македонские вардеры и металлург. Но у них и на игру больше. Так что номинальное отставание Брещан измеряется лишь одним баллом. И если сегодня они победят, то вот как раз таки эта ситуация в таблице и отобразится. Потому что вардеры и металлург пока не играют. У них другие лигочемпионские заботы в этот уикенд. Но борьба впереди у БГК нешуточная. Именно с этими, в первую очередь, македонскими клубами за место в финале четырех. Нам вряд ли удастся догнать лидирующих в таблице Загреб, Хорватский и Татран Словацкий. У Загреба тридцать одно очко, у Татрана тридцать. Но Татран на мяч, на матч меньше сыграл. Они практически уже для БГК вот в этом регулярном турнире недосягаемы. С вардером и металлургом спорить можно, тем паче, что с металлургом еще дважды придется встретиться в ближайшие недели гонболистам БГК. Но для того, чтобы вот эти свои виды на финал четырех реализовать, надо без боев проходить и все другие турнирные этапы. Побеждать всех соперников, особенно тех, кто ниже в турнирной таблице. Милан Жукич, еще одна хорошая атака БГК. Нравится мне, как играет сегодня Брестский клуб. С таким хорошим азартом, с куражом. И главное, здорово ребята бегут. Не всегда такая игра у БГК в этом сезоне получалась. Не всегда были заряжены вот именно такой современный, очень стремительный гонбол, без пауз, без передышек. Сегодня Брестская команда играет именно так, и это, в общем-то, внушает оптимизм. Четвертый номер гостей Даниэл Умничевич. И снова быстрый розыгрыш после пропущенного гола. Но сейчас, так сказать, спешка не пошла на пользу. Упустили мяч за пределы площадки на ровном месте. Пешич помогает, Калуджеровича бросок блокирует. Но вот на подборе ребята не помогли. И там Мир Карадович всех переиграл. И все-таки добывает он гол для Ловчина, делая счет 13-10.